Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер, мы по-прежнему находимся в городе Припять. Сейчас мы пришли к такому водоему. Влад только что говорил, как он называется, я забыл, как он называется. Водоем Герой Припять. Водоем, как называется. Семеховский старик. Мы пришли сюда, потому что, когда я собирал свой рюкзак в зону, я туда положил спиннинг и катушку. По дороге сюда, пока ехали, я еще купил блесну. В общем, сейчас из любопытства просто пару раз закинем здесь спиннинг, вдруг нам повезет, что-то мы поймаем. Итак, ребята, я уже достал спиннинг с рюкзака. Вот такой вот у меня спиннинг, вот такая катушка. Еще по дороге, когда мы сюда ехали, я в магазине купил такую вот блесну. Еще я купил несколько крючков, грузиков и один поплавок. В общем, на поплавочную рыбалку мы сегодня с вами не пойдем, потому как я не взял вообще на что ловить. Я думал, что будет у кого-то хотя бы какая-то булочка, кусочек хлеба, но ни у кого ничего не было, поэтому, ну, будем пытаться закидываться только на хищную рыбу. Влад Резлов здесь уже, короче, делает забросы. У него со мной челлендж. Кто первый поймает рыбу, тот получит штуку баксов. Только проблема в том, что я в этом челлендже не участвую. Ничего, что ты ногой почти в этой уже радиационной воде. Так, ладно, ребята, давайте отойдем отсюда, чтобы не мешать Владу. Хотя нет, я в этом месте сделаю один заброс. Сейчас напугаю тут всю рыбу и потом перейду где-то туда левее. Ого! Да ладно! Серьезно? Это неправда. Это не мутант был. Мутант запонулся в меня. Все временем все равно делает первый бросок. Так, сделали, ребята, первый заброс. Ждем, когда какая-то щука клюнет. Здесь, по идее, рыбы должно быть очень много, потому как ее, в принципе, здесь никто не вылавливает. Только я и Влад. Поэтому надеемся, что клюв должен быть. Кстати, ребята, вам, наверное, не видно в камере, но я видел, что где-то вот тут проплыла рыбка какая-то. Визуально это какая-то красная перка. Ну, понятно, она не хищник. Она, короче, не будет вестись на мою блесту. Кстати, я должен был бросать там, где Влад. А Влад здесь, где я стою. Я, короче, решил пару раз с места Влада бросить, и он пошел на мое место. В общем, Влад второй раз, когда забросил, у него уже была поклевка какая-то, но рыбка сорвалась. Я, конечно, с ним не участвую в челлендже, но хотелось бы все-таки первому поймать рыбу. На блесну что-то не клевало. Мы решили все-таки привязать сюда к удочке поплавок. Вот, короче, такой у нас поплавок есть. Мы долго думали, на что ловить, и оказалось, в хате той, где мы сегодня спали, была буханка хлеба. Она, правда, немножко залежалась там, но какая, конечно, уже есть буханка хлеба. Я думаю, здесь сбоку можно немножечко хлебушка оторвать. И, надеюсь, рыбка будет его кушать, и мы хотя бы, чисто для галочки, одну рыбку сегодня поймаем. Я очень аккуратно извлек из этой буханки вот такой вот кусочек хлеба, чтобы не трогать плесень, потому что Владимир Волк говорит, что она может через поры попасть в пальцы. В общем, сейчас попытаюсь что-то с этим хлебушком сделать, и будем закидывать удочку. Ты даже рыбу никогда не ловил. На велике не ездил. Не, рыбу никогда не ловил. Но мы в один раз с отцом только и все. В Майнкрафт играл? В Майнкрафте было... Бать, ну это хоть что-то я тебе делал в жизни. В Майнкрафте, да. В Майнкрафте и башился. Я, конечно, тоже тихо. Не особо рыбак, ну б***ь. В детстве я жизнь потрепала, всякого пришлось. Один раз я ездил, все. С отцом на рыбалку. Ну все, вон наш поплавок. Видимо, слишком большую глубину я сделал. Давайте еще раз перезакинем. Попробуй чуть дальше. Или грузика мало просто. Да, грузика мало просто. Ну можно, в принципе, и на лежачий поплавок ловить. Все, рыба уже клюет. Видели? А что это было? Да, она клевала и подняла поплавок. Блин, я уже думал. Кстати, очень быстро на хлебушек. Влад Резнов проспорил со мной на тысячу долларов. Кто первый вытянет рыбу, тот получит тысячу долларов. Правда, я с ним не спорил, но все равно выиграть хочу. Заберу Влада монетизацию за 6 лет. Все, ребят, смотрите. Да, все, смотрите. А, сорвало. Тихо, тихо, тихо. Ребят, не знаю, успел ли я запечатлеть этот момент. Я тебе говорю, но поплавок в 5 раз пи***. Пись же ловится. Так, последний заброшь. Петарда была, пранк с Петардой. Зачем? Мы только рыбу почти поймали. Пидал, боя, больше бы ее в воду кинуло. Ловили, ловили мы рыбу. Попросил Артем забросить. Сразу у тебя хлеб слетел. Да? Вынимай, да. Это я настолько профессионал. Я думал, ты сейчас просто вытянешь за подлодку и сделаешь, выиграешь тысячу долларов. Есть хлеб еще? Надо сказать, ловись, рыбка большая и маленькая. Ага. Вот, кстати, у меня там и клюнула та, которая сорвалась. Опусти леску на воду. Вот, тяни, 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 тяни. Тяни. Ну, ну, ну. Уху. Вот это мы рыбаки, ребята. Молодец, чувак. Давай. Бум. Офигеть. Смотрите, чернобыльская рыба. Давай дозиметр бегом. Дозиметр давай. Дозиметр по-любому фонит. Она же в воде, ты же в магазине. Короче, ребят, реально очень смешно такую рыбу ловить. Но мы специально ее... Вообще, для чего мы ловили рыбу? Мы же ее кушать не будем, потому что это Чернобыль. Мы хотим померить ее радиационный фон. Ребят, очень смешно, что мы с Сергеем Трейсером полчаса ловили ничего. Артем закинул второй раз. И поймал. Я, кстати, так и знал, что будет западло такое. Что мы тут ловили, ловили, ловили. В руках не держи. Давайте, короче, ребят, Сюша чуть не убежала. Вот сюда положим ее. Давайте быстрее, чтобы еще отпустить ее можно было. Мне кажется, сейчас фонка уже была. Тихо, нет, упадет сейчас. Упала. Ну, упала там вода, если что. Все, убежала. Короче, мы ее фон так и не померили. Ну, она вроде не фонила. На самом деле, ребят, я повесил последнюю балабушку хлеба. Он просто такой очень мерзкий тот хлеб. Не хочется его в руки брать. Ну, что, рыбу словили. Можно сказать, рыбалка в Чернобыле удалась. У меня даже поднялось настроение. Жаль, конечно, не поймал. Но ничего страшного. Бывает. Главное, что мы ее поймали. Штуку баксов. Штуку баксов давай. Вот мы, ребята, продолжаем. Ловить рыбу, короче. Артем немножко еще размочил этого чернобыльского хлеба. И сейчас будем ловить рыбу. Ловись, рыбка. Все. Меня аж глушило на трубку. И хлеб разлетел. Все, идем отсюда. Сейчас подруг придет еще. Все, пошли, пошли, ребят. Все, ребята, уходим с места преступления. Потому что мы, наверное, считаемся теперь браконьерами. Из-за того, что мы такую большую-большую рыбешку выловили. Ну, наверное, дело не в том даже, какую рыбешку мы выловили. Дело в том, что здесь ловить нельзя. Но мы эту рыбу не ели. Не имели никакого злого умысла. Мы просто хотели ее фон померить. Что у нас, в принципе, почти получилось. Но не совсем получилось. В общем, шагаем мы по Припяти. Ощущение такое, что мы шагаем где-то по лесу. Потому что за вот эти, сколько там, уже 30 с чем-то лет, все заросло вот такими вот деревьями. И иногда среди этих деревьев можно найти вон какие-то небольшие построечки. Природа, конечно, быстро захватила свою территорию обратно. Кстати, я первые разы, когда был в Припяти, мне некоторые люди писали, что вот какая-то там площадка точно-точно такая же, как в Call of Duty. И я в этом году впервые, наверное, играл в Call of Duty, не помню в какую часть. Но там, короче, чувак-чувака на спине вот так нес через Припять. И я вам скажу, ребята, очень-очень много похожих было мест именно с самого города Припять. Возможно, создатели этой игры отрисовывали карту вот так прям максимально реалистично. Ну, не все, конечно, моменты, но некоторые, таки, известные и узнаваемые места очень похожи были. Все, ребята, подошли мы к такому вот дому, заросшая такая девятюня, в которой уже давным-давным-давно никто не живет. И дорога, смотрите, что превратилось. Хотя это, кстати, бетонка вроде. Кстати, тут мусора может на великах кататься. Ты думаешь, что это сталкеры, а они в итоге, короче, трасс вот тебе вот жетон, типа, и какие-то такие фини. А еще как с Сусом видос был, короче, чувак срал, короче, выходит с толетной бумагой, показывает жетон, пройдемте со мной, и вот так и поймали. А у гражданки был, да, типа? Да, да, они в гражданке. Они ходят, типа, камуфляж там внизу, типа. Сруч, гражданки вопреки. Да, да, и в итоге есть, короче, легенда про сручево мусора, в которой говорится, что когда он дома идет срать, короче, он мгновенно телепортируется, короче, к сталкерам, где бы они ни были. Я уже посчитал, какой раз я в зоне здесь. Напишите в комментарии, какой раз я нелегально в зоне. Первому тому, кто напишет правильный ответ, я скину на мобильный телефон 1000 рублей. Поэтому пишите, короче, там, числом 10-й раз нелегально, к примеру, там, или 15-й, 20-й, или какой-то там, и номер телефона свой, неважно, там, с Украины, с России, я вам скину 1000 русских рублей тому, кто первый, посчитает, сколько раз я был в зоне. Столько-то раз я там, сколько в комментариях написано, я был в зоне, и я не понимаю тех людей, которые здесь принимаются. Не, понимаю, можно случайно приняться, но некоторые люди прям берут себе такую традицию, доходят до Припяти, потом то ли сдаются, то ли забивают болт, короче, и очень неосторожно себя ведут. Вот видите, на самом деле нужно вести себя вот как какая-то мыша. Вот мы там, допустим, пошумели, мы убежали, короче. Если мы сейчас кого-то видим, даже если вот они в гражданке выглядят как сталкеры, не нужно к ним подходить, нужно просто их обходить стороной, потому что это реально могут быть патрульные. Просто как бы ты сильно не устал, нужно максимально быть осторожным, и ты будешь незамеченным. Проходим, и тут такие виды... Эх, давно я в Припяти не был, уже 3 года прошло. Мы зашли в один из домов. Я специально не полил этот дом с улицы, потому что в этом доме находится очень крутая сталкерская хата. Кстати, давайте покажу вам такой уголок квартиросъемщика. И здесь прям фамилии были написаны, кто в какой квартире жил. В общем, в этом доме есть очень крутая сталкерская хата. Вернее, здесь даже две сталкерские хаты, одна такая, больше на бомжатник похожа. Это на этом этаже, да, Родина? Или прошли? Мы прошли или нет ее? Нет, не прошли еще. Окей, короче, давайте сейчас зайдем в первую такую бомжатскую слегка хату сталкеров, а потом зайдем в классную. Что-то тут написано. Марк... Ой, что-то там, короче, гадость какая-то написано. Так, где вот? Все. Я зайду, короче, покажу вам обзор хаты. Ну, как бы, ну, не нужно как-то ожидать чего-то сверх крутого, потому что, понятно, здесь мародеры были, все разворовывали. Кстати, эту хату мы, наверное, уже могли у кого-то на ютубе видеть. Что-то тут написано. Какая-то афиша висит. Вот такие вот кровати. Я бы, наверное, на таких кроватях не спал бы. Я вам покажу, на чем я сегодня спал. То есть это вовсе не кровать была, можно сказать, стол был. Вот такая вот хата. Ну, в принципе, если постелить какой-то коврик, спальник там, что бы не поспать. По-своему прикольно, наверное. Так, вот еще, походу, одна комната. На этом матрасике кто-то спит. Меня часто спрашивали раньше, где ночевать в Припяти или там в Чернобыле. Но в Чернобыле не рекомендую ночевать в палатках, потому что здесь все-таки много есть различных диких животных. И, не дай бог, будет какое-то неудачное время года, у них там будут какие-то брачные игры или что-то другое. И они разрушат вашу палатку, будет нехорошо. Так, ребята, поднимаемся еще несколько этажей выше. Артем говорит, что в этом доме он нашел пианино, но на нем работают не все клавиши. Вау! Я сам офигел. Я когда возвращался за хлебом и за поплавком, короче, нашел ее. Все время я не проверил температуру, и там у меня 37,2. Температура у тебя заболела? Ну, я вообще... 37,2. Да, 37,2. Тихо. Ну, в принципе, чувствую себя довольно хорошо. В середине. Тихо. Так, посмотрели пианино, поднимаемся, ребята, выше. Итак, ребята, зашли мы на очередной этаж. Здесь такая надпись. Пришел, оставь подарок. А здесь полиция сидит. Открываем вот эту дверь. Нечим неприметную. Запер здесь сталкеры. Хреновый. Так, давайте закроем окно. Покажем эту хату во всей красе. Дизайнерский ремонт, который сделал Влад Резнов и Владимир Волк. Вот. Короче, рассказывай, что вы тут сделали в этой хате. И сколько у вас на это ушло времени? Утеплили хату, как бы запенили все, покрасили. Давай, это с другой стороны надо показывать. Там видно. Нет, здесь, короче, краска не видно. Блядь, петарды взрывают, дурак. Короче, они принесли реально сюда пену. Запенили окна. Здесь написали собственность Влада Резнова и Владимира Волка. То есть, чтобы вы понимали, у ребят в Припяти есть своя недвижимость, которую они захватили. Так, а здесь что они написали? Марк и Вадимыч, мне делать тут гей-пати и вообще не ходить тут. Покажи волыну свою. Рейдерский захват. Можно? Там нет ничего. Как он тут опускается обратно? Настоящие ребята, короче, пистолет. Не знаю, зачем он его носит. Вот, если нас примут здесь, то ему с этим пистолетом влезет небольшой срок. Да, мы, короче, сразу Влада скидываем и говорим, мы не с тобой, брата. Хата оборудована по новых технологиях, даже есть свет. То есть, мы можем продемонстрировать, как мы подходим туда. Это у нас солнце. Там, кстати, солнышко нарисовано и свет. Очень классно продумано. Так, двери все вот это выкрасили, да? Да. Мне интересно, кому в голову пришла вот эта маниакальная такая штука, короче, разбрызывает как будто следы крови. Короче, была история, то, что мы хотели сделать втроем ту хату. Ну, один долбоеб, короче, который долбится в жопы, ну, там, неважно. Марк Киреев, если что. Там номер телефона в другой хате. Короче, он взял банку краски и начал так хуярить. Я говорю, нахуя ты это делаешь? Он такой, бля, типа, это моя фантазия. Просто складывается ощущение, что здесь какой-то психопат был. Вот так взял, короче, нож, вот так, открыл его. И вот такой... В общем, как видите, ребята, у них всего лишь две кровати, потому что хата у них на двоих, я не знаю, что они тут двоем делают. Короче, мы поняли, что спальное место есть вот здесь. Здесь спал сегодня ночью Артем. Кстати, это вы заклеили для того, чтобы когда вы включите свет, вас с улицы не видно было. Да, только не все равно, в любом случае, на всякий случай да. Я же, короче, ребята, сдвинул два стола, положил сюда рюкзак, вот где там, вон там лежит мой рюкзак, и вот здесь на столе спал, потому что на полу спать мне не хотелось, здесь пыль, средний радиационный фон, где-то там 50 этих микрозиллертов, или как они правильно называются, в Припяти, что, в принципе, примерно в два раза превышает норму. И, ну, я не хотел бы как-то спать вот этом. 15? 15. О, так тут, короче, радиационный фон реально, как, допустим, у вас дома, может даже, кстати, у кого-то немножко больше радиационный фон, но все равно на вот этом песке мне валяться не хотелось, потому что мало ли кто здесь ходил, непонятно, где он до этого ходил, и какой песок сюда принес. Поэтому я, короче, сдвинул столы, спал на столах, ужасно не выспался, но, кстати, вот, Влад включил дозиметр. Как видите, очень-очень даже чисто. Ну что, ребята, а сейчас мы немножечко еще отдохнем, и поедем в одно очень классное, интересное место. Но это место вы уже увидите в следующем ролике, который тоже будет про Чернобыль, про Припять, и, короче, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И, ребята, походу мои подписчики сломали колокольчик Ютуба. Короче, тех, кто нажимал колокольчик, я попрошу вас отжать его обратно, а потом еще раз нажать. А тех, кто не нажимал, нажмите, для того, чтобы следующий ролик посмотреть одному из первых. И, возможно, если вы посчитаете, сколько раз я нелегально был в зоне отчуждения, то вы получите тысячу рублей на свой телефон. Согласен, сумма небольшая, мелочь, но все равно приятно. Короче, ну и вообще просто, чтобы смотреть классные ролики, подписывать. Потому что по статистике 57% моих просмотров идут от зрителей, которые не подписаны. Не понимаю, в чем проблема. Подписались и смотрите. Было бы прикольно. А у нас, кстати, вот такой вот вид с окна. Лепота, как говорится.